29 апреля в левобережной части города состоялось открытое первенство Угличского района по мотокроссу с участием около сотни спортсменов из Вологодской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Пензенской и Московской областей. Ярославскую область представляли Углич, Рыбинск, Ярославль и Гаврилов-Ям. Возраст участников от 6 до 60 лет. Я хочу сказать, что Угличскому мотокроссу уже более 40 лет. И за это время выросло не одно поколение спортсменов и любителей мотоциклентного спорта. На протяжении многих лет идейным вдохновителем и организатором Угличского мотокросса был Михаил Маклаков, руководитель спортивного клуба «Кросс Плюс». Второй год подряд дело своего наставника продолжает Егор Глебов. Очень здорово, когда есть такая преемственность, и мальчишка под номером 64 продолжает традиции своего тренера. Я всем вам желаю, чтобы вас не подвела ваша техника. Я всем желаю вам, чтобы не было травм. Но и самое главное, верить в себя и в свою удачу. Всем вам отличного настроения. Ну а мы со своей стороны еще раз очень рады приветствовать вас на Угличской земле. Мне хочется также пожелать, чтобы вы отлично проехали свою трассу, чтобы не было никаких травм. А присутствующие набрались хорошего, позитивного настроения. Всем успеха, добрый путь. Один из самых сложных моментов мотокросса – подготовка трассы. В этот раз она заняла порядка двух недель, и несмотря на капризы погоды, открытое первенство Угличского муниципального района по мотокроссу состоялось. Субтитры создавал DimaTorzok В итоге, наибольшее количество престижных кубков завоевали спортсмены из Вологды. Угличане показали следующие результаты. В классе «Открытый», Китай, первое место занял Максим Козлов, на третьем – Валерий Иванов. Николай Оловянов занял десятое место в классе «Открытый», «Новички». Представитель спортивной школы «Спарт» Егор Глебов на четырнадцатом месте в классе «Открытый», «Хобби». Николай Комиссаров, также представляющий спортивную школу «Спарт», занял седьмое место в классе «Коляски», «Национальный». Более подробная информация размещена в группе Угличского мотокросса в социальной сети ВКонтакте. Продолжение следует...